К другим темам переходим. В Москве произошла крупная авария с участием бывшего министра обороны Южной Осетии. Он протаранил два автомобиля, уходя от погони, ну а после вообще скрылся с места происшествия. Очевидцы утверждают, что экс-министр был пьян. Оттуда на прямую связь с лайфом выходит наш корреспондент Анна Заброда. У нее сейчас узнаем все подробности. Аня, скажи, сильно ли пострадали машины и вообще что сейчас происходит? Да, Оль, здравствуй. Мы сейчас находимся как раз возле одной из пострадавших машин. Это Ниссан Премьер, участник этого ДТП. По ней видно, что машина не сильно пострадала. Здесь царапины на бампере и помято заднее крыло. Второму автомобилю, это Форд Фокус, повезло гораздо меньше. Вот в него Валерий Ихновец на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser въехал, можно сказать, протаранил. И еще потом несколько метров провозил вперед. Вот очевидцы и пострадавшие водители говорят, что вел себя Валерий Ихновец агрессивно, явно куда-то спешил. И, по их мнению, он был в состоянии алкогольного опьянения. При этом свою машину Валерий Ихновец тоже не жалел. Врезался в ограждение и после этого скрылся с места ДТП. Ну, конечно, пострадавшие водители сразу вызвали полицию. Сообщили о том, что есть вот такой вот водитель на дороге опасный. Полицейские догнать смогли сбежавшего, можно сказать, Ихновца только на дороге уже в область, на Щелковском шоссе. И то не сразу. На все требования полиции остановиться он не игнорировал. Только спустя три километра погони все же остановился. Но вот проходить медицинское освидетельствование отказался. И теперь уже суд будет решать, какое наказание понесет Валерий Ихновец. И действительно, если будет доказано, что он был в состоянии алкогольного напьянения, то ему грозит от полутора до двух лет лишения прав и, ко всему прочему, штраф в 30 тысяч рублей. Опять же, если это было первое такое нарушение. Ну, Валерий Ихновец, это генерал-лейтенант в отставке. С 2010 года он работал министром обороны Республики Южная Осетия. И в декабре 2015 года ушел с этого поста по собственному желанию. Ну, а до этого участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Оля. Да, Аня, спасибо тебе за эти подробности. Это была Анна Заброда, моя коллега. И сейчас переходим к другим новостям.